Ну, это же от вас, от вас зависит, моя хорошая, от вас. Вот смотрите, вы какая. Вам даже слова не скажи. Вы сразу начинаете возражать, топать ногами. Ну, и он такой же тоже. Он, кстати, поспокойнее, чем вы. Ну, надо над собой работать, моя хорошая, начинать. Вот, допустим, вот вы начальница, допустим, где-то, да? Да? Начальница же, да? Ну, было время у начальницы, перехожу в стадии у него спокойного, дома. Нет, я говорю, на работе же вы начальница, да? Сейчас нет. Нет. Ну, все равно природа начальницы. Вот домой пришла, уже не начальница, все. На работе начальница, а дома уже не начальница. Дома вы смиренная, послушная, потому что есть две категории женщин. Женщина, которая топает ногами дома и вот такая, это неразумная женщина. А разумная женщина, она знает, что у ней очень много психической силы. И эту психическую силу не надо показывать мужчине. И тогда он сам будет делать так, как не надо. Вот разумные женщины знают, что и так все будет, по-моему. Чуть-чуть надо подождать. И надо мужика как бы сразу насиловать своими желаниями. Чуть-чуть подожди, и все будет по-твоему. И он счастлив-то как? Понимаете, он сам сделал, как вы хотите. Вот задумайте, что вы хотите, допустим, сейчас от него. Что вы хотите? Чтобы он не кричал. Не говорите ему об этом. Соглашайтесь со всем, кивайте головой ему, и он замолчит. Вот увидите, это будет чудо. Вот как только вы начнете так себя вести, вот кивать, соглашаться. Просто для того, чтобы он не кричал. Не для того, чтобы он, как бы, типа вы подчинена ему. А просто, чтобы он не кричал. Кикивайте, соглашайтесь, и вы увидите, он перестанет кричать. Потому что он на вас кричит только по одной причине, что вы сопротивляетесь. Когда женщина сопротивляется мужчине, он включает петуха всегда. А петуха выключить мужчине очень сложно. Вот женщина сопротивляется, мужчина петуха включает. Женщина перестает сопротивляться, петух выключается. Все. И дальше, что с ним хочешь делать? Когда мужик мягенький, ты что хочешь с ним делай, он со всем согласится, все. Главное, петуха, главное, перестань сопротивляться. С ним посмиренно себя веди и попросил этого. Можно это? Можно. А это можно? Можно. А это? Слишком много хочешь. Все, значит, пока рано. Помолчите, потом еще пять раз спросите, он согласится. Все, вот так и живите. Если он сопротивляет, значит, действительно, слишком много хочешь. Да вы сейчас пока не знаете, как с ним себя вести просто. Вот когда узнаете, как себя с ним вести, тогда и будем говорить про разряды. А сейчас просто нет никаких отношений. Потому что вы не знаете просто, как себя с ним вести. В семье отношения создает женщина. Она как себя заняла позицию возле мужика, так и будет жизнь протекать. Вот если вы правильно себя начали вести, все, он сразу успокоился. Ему же много не надо. Ему надо, чтобы его уважали как мужчину просто, и все. Вот ему только надо это в жизни. И представляете, он до сих пор вас терпит. Вот сколько лет уже прошло? Ну вот видите, он до сих пор терпит. Золотой человек, ему памятник надо поставить. Ну вот считаешь, что проблема, как у нас сильный взяток обязанности? Деньги это опять же, деньги опять же, это в чем деньги заключаются? Или женщина сама добывает деньги, или она верит в мужа, вкладывает в него, и тогда он становится успешным. Вот вы только начнете с ним соглашаться и по-доброму к нему относитесь, он воспрянет, станет сильным. И все, и пойдет жизнь у него, нормально станет жить. А если вы будете его гнобить постоянно, то он всегда будет слабым, несчастным. Я его гноблю только в свои роды. Как? Я его гноблю только в свои роды. Потому что я лову больше, а он меньше. Ловите вы его, да? Да, он так. Ну, в смысле, говорит, что я его гноблю не вести сам. Конечно. Я уже не прошу мне, как вы подавили, а он не спросил. А что, у нас музыка-то есть, нет? Или всегда надо просить? Я вымахну, вырасту, стану, лень, буртой. Понимаете, женщины, вот у вас психика в шесть раз сильнее мужской. И поэтому в древней культуре женщины говорят, слушай, если ты хочешь нормально жить, просто сделай баланс в отношениях с мужчинами. А баланс такой, ты его не трогай просто, всегда ему соглашайся с ним, а он будет делать все так, как ты хочешь. Вот в этом баланс. Все. Если ты начинаешь его долбать, то баланса никакого нет. Потому что он тогда вообще задолбанным становится. И слабым, как человек. Он не может даже победить свои трудности в судьбе на работе. Почему? Потому что все силы на жену уходят. Женщина это энергия, понимаете? Если энергия не туда идет, все, капец. Вот представьте, на электростанции ток не туда пойдет. Что с электростанцией произойдет? Взорвется. Чернобыльская ГЭС не туда, энергия пошла, она разлетелась вся. И радиация до сих пор всех мучает. Так и женщины, это энергия, понимаете? Поэтому, мужики, с женщинами осторожнее. Это энергия, понимаете? Вулкан не будите, не будите вулкан. Будьте осторожнее, иначе сгорите. Вулкан это страшная вещь. А вулкан должен сам учиться правильно себя вести, понимаете? Вот вы сейчас такой вулкан, полувскрытый такой, готовы всех порвать. Вот эта вот третья ипоста женщина в вас такая разрушающая все. Сейчас берегит такое сердце, гудит такая. А так как у вас характер сильный, то не дай бог. Поэтому вы успокойтесь, сердце свое успокойтесь. Начните соглашаться, терпеть больше. Пускай будет как он, хочет все. Но получится все, как вы хотите. Вы меня послушайте просто, и вы увидите, что так и есть. Ну вот, молодец. Патрушка у вас разумная, ее слушайтесь больше. Она вам всю правду будет говорить тоже вместе со мной. Субтитры создавал DimaTorzok